здравствуйте все кто смотрит это видео меня зовут алиса и сегодня хочу записать для вас праздничный в честь 8 марта ролик о моих покупках парфюмерии на весну а заодно и выполню запрос о цветочных ароматах так получилось что практически все ароматы которые я купила за последние два месяца с начала 21 года можно занести в категорию цветочные и я решила этим воспользоваться заодно и вас порадовать ароматы будут разные как всегда как я люблю разных ценовых категорий будет люкс масс-маркет ниша будут снятости и одна новинка 21 года давайте с бюджетного аромата и начнем французский дом парфюмерный пары блю он существует больше 30 лет и аромат называется apology извинения обожаю бюджетные вот эти находки когда не только аромат достойный но исполнение посмотрите какая упаковка белый матовый картон и на нем красные глянцевые цветочки выпуклые картон качественный плотный внутри вкладыш все в тон все в тон флакон конечно не верх изящества но вполне симпатичный и сделан он тоже хорошо и крышка у него не символическая а даже немного утяжеленная укрепленная но сам аромат самое главное это аромат где мой фирменный блоппер модный я купил это это аромат случайно по пирамидке меня привлекла нота айвы действительно в старте это сочнейшая кисловатая айва и цедра грейпфрута но аромат все-таки не до конца фруктовые все это через 20 минут примерно превращается красивейший и яркий душистый гиацинт именно гиацинт солирует в цветочном букете сердце парфюма апалоджи здесь есть еще и жасмин и ирис но гиацинт и главнее база стандартная молекулярная кедр амброксан и белый мускус но белый мускус здесь не так сильно выражен поэтому если вы ищете аромат похожий на шанель шанс от андро вам нравится именно это но тайвы но вам не нравится мускус парфюмерии шанель вот этой серии шансов то попробуйте апалоджи я знаю судя по тому что надписи на донышке упаковки на русском языке этот аромат поставляется в россию у кого он есть пожалуйста напишите мне стойкость для парфюма недорогого меньше 20 долларов мне обошлась вот это 100 миллилитровая бутыль парфюмерной воды невероятное это 8 часов аромат легким облачком целый день с вами он настолько позитивный приятный весенний я думаю на лето он тоже пойдет на прохладное лето но не на жару что его хочется постоянно и постоянно носить вот неделя а у меня еще девять флаконов впереди отличный парфюм апалоджи от париблю обожаю обожаю бюджетные сокровища у меня кстати есть еще два аромата от этого дома так что если вы заинтересовались пожалуйста напишите мне в комментариях я и на них тоже обзор сделаю аромат вере эстей от если лоды как нельзя лучше подходит на самое начало весны он ассоциируется у меня с капелью по какой-то странной причине этот парфюм практически не встречается ой в магазинах американских я его не видела ни разу его периодически выбрасывают в интернет аутлеты и он там стоит очень очень не не дешево и практически сразу пропадает этот флакон я купила на сайте strawberry net.com на клубнике и там сейчас на него цена очень привлекательная 50 миллилитров парфюмерная вода сорок четыре с половиной доллара как я люблю этот аромат как я давно его хотела он многогранный он цветочный древесно-мускусный и начинается он действительно нотами скошенной травы и влажной древесины которая впоследствии превращается в розу в обрамлении белых цветов роза здесь с белыми цветами не спорит она стоит в стороне и поглядывает на них немного свысока роза здесь очень приятная не резкая мягкая чуть кисловатая с легкой горчинкой и она вот именно прохладная видимо за счет того что нота лотоса такая водянистая добавляет ей отстраненности какой-то что ли за счет чего аромат достаточно сдержанный он совсем не такой веселый и задорный как предыдущий apology от пары блю это отличный вариант в офис там где есть дресс-код аромат ненавязчивый не слишком шлейфовый но очень стойкий и носить его очень приятно он знаете мне что напоминает он мне напоминает pleasures из самых первых выпусков конца 90-х вот этой именно своей прохладной водянистой горчинкой мне кажется будто бы снег растаял на розовых лепестках следующий аромат вы хорошо знаете это идиль от герля парфюм 2009 года в парфюмерной воде я не сняла с него даже слюду потому что это уже раритет вот эти старые флаконы дореформенные сейчас как вы знаете все свои знаменитые ароматы герлен продает в одинаковых унифицированных флаконов с пчелой цилиндрических я загорелась идеей собрать именно коллекцию стареньких флакончиков мне кажется они гораздо симпатичнее выглядят и как-то их и в руках приятнее держать и у меня практически вся уже коллекция подобралась остались несколько экземпляров так что у нас парфюмерная вода это тоже на тему белых цветов и розы я всегда ходила мимо этого парфюма у меня никогда его не было и меня пугал ландыш да это ландыш это очень сильная нота и я не могу сказать что являюсь поклонницей ландыша в парфюмерии я всегда подхожу к выбору ароматов с ландышем очень и очень осторожно и придирчиво но у меня начинает голова иногда болеть поэтому когда раньше я пробовала вот этот идиль в дьюти фри где или где-то в магазине так понюхаю нет и иду дальше и блотер выброшу не дай бог голова заболит а вот не надо было этого делать надо было сделать вот так и положить его на 20 минут а потом вдохнуть еще раз и когда уходит ландыш появляется и жасмин и пион и фрейзи и другие белые цветы и главное сирень сирени правда здесь маловато я бы хотела ее чуть больше но я заказала еще один флакончик из этой серии идиль блоссом вот там как мне сказали сирени гораздо больше так что же у нас после белых цветов а после белых цветов появляется красивейшая роза до аромат этот именно о сотрудничестве кардебалета в лице белых цветов и солистки ее величество розы чудесный аромат очень стойкий на мне он очень шлейфовый вот за ту неделю что я с ним знакомлюсь повторно что я его разнашиваю он меня просто не устает радовать для ранней весны и мне кажется это прекрасный выбор белые цветы и розы идиль чтобы завершить тему с розы и белыми цветами покажу вам travel флакончик аромата и доль от ванком это обычная доля не интенс аромат девятнадцатого года мне кажется один из самых недооцененных парфюмов почему-то его так сдержанно хвалят он великолепен все-таки он прекрасен я не покупаю его наверное из-за того что мне не нравится флакон сам вот этот плоский я все время боюсь что он упадет и разобьется у меня не нравится дизайн абсолютно но аромат чудесен аромат стойкий аромат шлейфовый яркий осязаемый на моей коже он держится часов 12 это жасмин это роза и это белый мускус производитель утверждает что здесь присутствует шипровый аккорд но шипра я не слышу для меня скорее это аромат чистоты мускусный а также здесь очень интересно обыграны ноты груши чем дольше я нашу этот аромат тем больше я в него влюбляюсь и мне кажется он подходит абсолютно на любую ситуацию я даже спортом в нем занималась с огромным удовольствием вчера вот тут решила подкачать немножко телеса уже своих к летнему сезону и нанесла его на руку и вот когда я отжималась мне даже знаете очень хотелось еще раз отжаться чтобы нос дошел до руки до того приятно он пахнет по мере того как тело разогревается он становится еще лучше я думаю для обладательниц горячей кожи это просто находка нет надо все-таки купить большой флакон потому что аромат прекрасный еще один travel флакончик вам покажу это как раз таки новинка 2021 года аромат от майкла курса gorgeous великолепная купила потому что меня очень заинтересовала пирамида в которой помимо цветов и мускуса обещали еще и табачный аккорд но когда я его распылила сразу после покупки я не поняла что они хотели этим сказать вот видите осталось всего ничего это я две недели с ним танцевала уже и так к нему подходила и эдак и на разгоряченную кожу и на влажную и на сухую кроме страшного некрасивого мускуса уходящего в мужской одеколон мне ничего не выдавал это к вопросу о том что аромату нужно дать настояться не каждому но вот этому обязательно когда я устала с ним общаться я его просто отложила и собралась вот сегодня его ругать дня три он у меня пролежал сегодня утром я его вдохнул я его не узнала что-то с ним произошло аромат не уникален он похож сразу на несколько парфюмов стартует он фруктово-туберозным аккордом очень похожим на живанши лантерди только ну может быть разбавленным раз в пять то есть он не такой яркий появляется сладкий миндаль молочная сливочная ванильная миндальная ореховость вот это очень сильно напоминает другой аромат от майкла корса же wanderlust никакого табака я тут не слышу не в виде махорки не в виде трубочного табака не в виде цветков табака нет возможно они таким образом хотели замаскировать ноту бобов тонко вы знаете же что бобы тонко они могут пахнуть не только вот сладким миндалем или ванилью но еще и таким сухим сеном я чувствую в раскрытии запах сухой травы наверное это и есть табак но дело даже не в этом дело в том что аромат при всей вот своей якобы вторичности он настолько сбалансирован но если его конечно подержать немножко в темноте оставить в покое после дороги он сбалансирован он я думаю соответствует всем требованиям современного люксового парфюма эта стойкость это яркий шлейф это комфортность в носке и я могу сказать аромат комплиментарный моему мужу он понравился пока больше никто его на мне не слышал поскольку мы сидим дома работаем на удалении gorgeous ты действительно gorgeous туалетная вода лаура от лауры бейджотти 1994 год парфюм пополнил коллекцию моих ароматных воспоминаний которую я уже давно и долго собираю все никак не соберу слишком много этих воспоминаний это типичный представитель середины 90-х цветочно-фруктовый аромат с очень свежим мускусом которые как правило в пирамиде описывают как нота арбуза и то же самое написано и в пирамиде аромата лаура но для меня три основные ноты в этом парфюме это не арбуз а дыня плюс фиалка и плюс ваниль боже мой каким он мне казался незаметным в то время я его купила в память о своей подруге я увидела этот флакон у нее помню на столике и попробовала света что-то такое купила тут она уже вообще не пахнет она ничего ты не понимаешь но сейчас он совершенно не кажется мне никаким это аромат очень запоминающийся и выделяющийся сейчас такие парфюмы уже не делают вы знаете у него вот это дынная составляющая она довольно химическое синтетическое и в ней есть некоторые даже пластиковый оттенок который со временем развеивается и парфюм становится очень свежим и очень воздушным но при этом насыщенным я в нем ощутила явное сходство с парфюмом который многие ищут и не могут найти и многие любят из той же эпохи это сетевая парфюмерия мэри кей и аромат называется velocity правда правда только в velocity конечно гораздо более ярко выражены вот эти фруктовые ноты и там они по моему как банан обозначены но сходство очень большое если вы ищете velocity и тоскуете по нему попробуйте вот эту лауру она по-прежнему в производстве она выпускается и я ее купила на своем любимом сайте fragrance x это американский аутлет который доставляет по всему миру и есть у него доставка в том числе и в россию кстати немного отвлекусь я очень благодарна своим зрителям которые по моим ссылкам на этот американский магазин сделали заказы и отчитались о том что все пришло все в лучшем виде доставка в россии у них самая дорогая 12 долларов стоит с учетом того что сами цены у них очень и очень умеренные получается все равно дешевле даже с доставкой из америки я не рекламирую я с ними не сотрудничаю я если вы купите по моей ссылке получу три процента от флакончика и все это пойдет на развитие канала естественно короче говоря лаура от лауры бьеджете аромат он не то чтобы устарел нет он просто особенный я знаю что поклонники у этого направления будут всегда и чтобы там не говорили что надо идти вперед что не надо оглядываться надо и забирать из прошлого лучше вот лаура она прекрасно этим своим этой своей непохожестью на то что сейчас есть если уж мы заговорили с вами о фиалке то как же мне не показать не похвалиться не похвастаться лятоска от к самарате к самарате марка принадлежит дому зерцов это парфюмерная вода и все-таки я решилась ее купить 30 миллилитров обошлись мне в 95 долларов и покупала я на том же самом американском сайте fragrancex.com в европе если вы будете заказывать на официальном сайте вам это обойдется в 75 евро вот но флакон отличается от 100 миллилитрового отсутствием кисточки и оттенок немного другой 100 миллилитров флакона чисто сиреневый а этот больше с розовинкой почему я боялась то покупать вообще вся вот эта итальянская ниша коммерческая она меня всегда пугала и даже отталкивала ароматы домов тициана терензии вот зирджов со спиро квинто канто все это мне казалось слишком вызывающим слишком ярким слишком шлейфовым но почти что как манталь только еще хуже но вот для таска для таска однажды меня в себя влюбив уже не отпускала и все-таки я ее купила думаю ладно если она будет на мне плохо раскрываться я буду ее просто вдыхать я буду наслаждаться это очень красивое сочетание цветочно-специевых нот аромат восточно цветочный и здесь роза здесь фиалка здесь эвкалипт заявлены в пирамиде а также пачули ну пирамидка богатейшая аромату не секс и он абсолютно по-разному раскрывается на мне и на моем муже на мне это роза это роза роскошная это роза восточная и уходит она в мускус и уходит в пачули а также в некую ноту название которой я не могу определить это скорее всего сочетание нот это аккорд но это действует на меня как наркотик я не могу остановиться хочется вдыхать с блоттера с руки с волос с одежды он держится целую вечность это наверное один из самых стойких моих ароматов и по моему один из самых стойких ароматов вообще в истории парфюмерии на моем муже он раскрывается фиалкой это фиалка хищная я не побоюсь этого слова злобная даже агрессивная роскошная и такая же наркотическая как роза на моей коже и вот эта фиалка я абсолютно точно уверена потому что у меня есть этот аромат очень похожа на insolence парфюмерной воде фиолетовый флакон от герлен похоже похоже кстати из флакона с распылителя мне точно так же как и в ланс у нас чувствуется виноград изабелла покажу вам еще один нишевый парфюм на этот раз английский уже ormond jane парфюмерная вода османтус этот аромат я повторила у меня был travel флакон в ручке с распылителем из набора и когда он начал заканчиваться я поняла что без него я не проживу тем более что я продолжаю собирать коллекцию мини коллекцию ароматов ormond jane и когда вижу на скидках что-то обязательно флакончик схвачу знаю что я обязательно буду им пользоваться никогда у меня не будет простаивать вот этот флакон я купила на канадском сайте тоже это outlet к сожалению доставки в россии у них нет и только мои зрители которые живут в сша и канаде могут воспользоваться моей ссылкой которую я тоже оставлю внизу ormond jane османтус ой а давайте я пирамиду прочитаю вот здесь в урошюре во вкладыше для разнообразия то не читаю никогда все из головы так верхние ноты помело давана в скобках сладкая египетская трава перец в сердце абсолют османтуса водяная лилия и индийский жасмин самбак и в базе кедр лабданумная смола мускус и ветивер он после лятоски это конечно как свежий воздух свежий лимонный воздух настолько натуральный здесь лимон в начале ну просто непередаваемый вот вот свежий лимонный сок и цедра линда пилкинтон и геза шоен создатели этого аромата они конечно творят чудеса ну линда как вдохновительница геза как исполнитель у них вот каждый цветочный парфюм это как отдельная легенда отдельная песня вот здесь османтус он раскрыт что называется со всех сторон передана и его свежая горьковатая цветочная сущность и его фруктовые абрикосовые грани и все это как-то сбалансировано и вместе с ветивером и лабданумной смолой в базе это не просто легкий цветочный парфюмчик такой безликий это серьезное произведение парфюмерное аромат очень стойкий очень стойкий но шлейф у него короткие и я его использую как повседневный парфюм на каждый день особенно он прекрасен в прохладную погоду так что вот в начале весны и в середине весны он отлично отлично пойдет я думаю что он понравится всем любителям цветочных легких парфюмов на древесно-смолистой базе и с фруктовыми оттенками абрикосовыми люблю покажу вам ароматов тома форда джазмин маск жасминовый мускус это парфюмерная вода 50 миллилитров я купила сумасшедшей скидкой в магазине саксон фифт авеню это дорогая сеть магазинов 115 долларов против обычных 225 как же я могла пройти мимо конечно не могла это парфюм 2009 года и он входит в линейку private blend white mask collection беломускусная коллекция помимо жасминового мускуса в этой линейке еще три аромата супер популярная белая замша white suede а также менее популярные urban mask это городской мускус и mask pure чистый мускус вы знаете об аромате жасминовый мускус я тоже ничего не знала я его нигде не видела он у нас не продается здесь и как выяснилось его выпускают периодически небольшими партиями именно для магазина саксон фифт авеню в пирамиде нам обещают аж целых два вида мускуса жасмин на первом месте ну и восточную базу там ламда ну амбра и пачули а также и ланг и ланг и еще много всего другого вот я думаю что этому аромату надо конечно тоже дать постоять потому что никакого жасмина я как ни стараюсь вот второй день уже не слышу я распаковала его только вчера и распаковку выложила у себя в инстаграм если вы любите макросъемки если вам интересно посмотреть как выглядит флакон и упаковка крупным планом пожалуйста зайдите ко мне в инстаграм заодно и подпишитесь я там оставляю обзоры на парфюмерию тоже услышала вчера вечером когда я его распаковала я только шипровый аккорд а сегодня я понимаю что добавился еще и ланг и сандал то есть аромат получается у нас такой немного солоноватый желтоцветочно специи водревесный но никакого жасмина нет но поскольку и ланг я все-таки расслышала в этом парфюме то решила его включить в эту подборку тем более что название у него тоже цветочная теперь кстати напишите пожалуйста у кого есть этот жасминовый мускус как он на вас раскрывается особенно те конечно мои зрительницы кто его давно носит и долго и мне кажется все таки это аромат чистый унисекс также кстати как и вот этот вот османтус несмотря на то что он такой вроде бы цветочно-фруктовенький в нем база она очень даже универсальная давайте финале устроим с вами совместную распаковку пополнилась еще одна моя мини коллекция на этот раз ароматов от лалик и парфюм называется ламур лалик любовь я купила его давно но как чувствовала что его нужно было сберечь до весны потому что это самое красивое в мире весенние может быть даже летние но прохладное лето тубероза этот парфюм я рекомендовала своей коллеге в качестве повседневного весенне-летнего и поскольку цена на него опять же в моем любимом аутлете очень невысокая но сейчас кстати она начинает постепенно расти ай так вот коллега моя она так влюбилась в этот аромат что купила себе еще два флакона на подарки рождественские подругам и очень сильно меня благодарила вот это 100 миллилитровая бутыль она стоит порядка 30 долларов но спешите я хотела себе купить 30 миллилитров уже нет уже разобрали смотрите какой флакон но это лалик вот эту деталь можно конечно убрать потом я ее верну флакон и лалик даже вот такие вот простенькие да просто кубик все равно произведение искусства особое качество стекла толщина градиент бледно-розовое донышко ну что сказать меня я теряю дар речи когда вот эти вот такие вот флаконы держу в руках сейчас я его распылю о распыляет густо ну что это тубероза очень зеленая нежная воздушная и совершенно не туберозная если вы боитесь аромата с туберозой если сладкое животное тубероза для вас слишком агрессивная и яркая попробуйте вы даже не поймете что в этом парфюме она есть вместе с акватическими нотами с этими любимыми мной водяными цветами лилиями и лотосами дает потрясающее звучание женственная прохладная аромат очень шлейфовый и очень стойкий при этом воздушный любовь как переводится название этого аромата наконец-то это тубероза не туберозная у меня думаю это лучший подарок на 8 марта который я себе сделала хотя купила этот парфюм давно вот и все вот и все показала вам все свои цветочные парфюмерные обновки на весну 2021 надеюсь это видео вам понравилось если это так спасибо что поставили лайк спасибо что подписались на мой канал и нажали на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео о новинке от шанель хочу вас поздравить от всей души с наступившей весной и с женским праздником днем 8 марта всех мам бабушек дочерей внучек племянниц сестер и тёть поздравляю и желаю чтобы вы всегда были любимы желанны и неотразимы ну и конечно же здоровы а также чтобы вас баловали ваши мужчины все знают что тон в доме настроение задает женщина и если она любима и балуема то и чадом и домочадцам тоже будет очень хорошо и тепло в этом доме еще раз спасибо что посмотрели это видео и до следующих встреч пока